Сегодня мы на пороге 75-летия окончательного освобождения территории Румынии от присутствия, я бы сказал, частично это было и оккупацией, войсками нацистской Германии и хартистской Венгрии. Вторая мировая война для Румынии была очень сложным временем. Руководствуясь, я бы сказал, ложными националистическими целями, тогдашний военный диктатор Румынии Йон Антонеску, который, наверное, немножко не дотягивал до масштаба, допустим, какого-нибудь Муссолини, лидера фашистского движения, тем более до масштаба бесноватого фюрера в Германии, тем не менее, поставившего на место в значительной степени ограничивавшего разгул фашистских организаций здесь в Румынии, тем не менее, Румыния оказалась тянута в войну на стороне гитлеровской коалиции, и прикрывая это поначалу, значит, лозунгом «Освобождение Бессарабии» истинно и исконно румынской земли, они, соответственно, маскировали это под некую борьбу за воссоединение румынского народа. И сейчас многие вслед за теми временами говорят, что Антонеску, вот он был такой офицер, человек чести, он ездил к Гитлеру за поддержкой в возвращении каких-то румынских земель и обещал ему, что он будет с Гитлером. И хотя Гитлер реально еще до Второй мировой, до начала, скажем, вторжения в СССР более точно будет, обманул Антонеску или, как сейчас сказали бы, кинул его, санкционировав так называемые два венских арбитража, которые были вроде бы как бы квазисудебной какой-то процедурой, но реально для Румынии. Они означали потерю Южной Добруджи, захваченной во время Второй Балканской войны, еще до Первой мировой, и потерю Северной Трансильвании, доброй половины Трансильвании, которая была включена в состав Румынии в декабре 1918 года по итогам Первой мировой войны, в результате, фактически, и прежде всего, в результате развала Австро-Венгерской империи. Тем не менее, вот, значит, Антонеску дал этот приказ, солдаты, переходите пруд, освобождайте родные земли и так далее. Румынская армия участвовала в течение трех лет в вооруженных действиях и в осуществлении оккупационной администрации, поддерживала оккупационный режим на огромной территории провинции Транснистрия, так называемой. Это вовсе не Приднестровье, как сейчас называется современное Приднестровье. Это обширный район, вплоть до Буга, который был по согласованию с Гитлером отдан под управление румын, включая там Черновицкую область, Пернопольскую область, Одесскую область. С чего начали тогда румыны? С уничтожения десятков тысяч евреев в Одессе. Румынская армия штурмовала Одессу. Чем это кончилось? Фактически Холокостом. Румыны не строили газовых камер. Вот здесь это называется так лукаво. Массовая депортация евреев, цыган в Транснистрию. А в действительности это было массовое избиение, прежде всего, еврейского, цыганского населения более примитивными методами. Их самих заставляли выкапывать глубокие рвы, ставили их на краю этих ров, расстреливали очень часто небрежно. И потом по нескольку дней из-под слоя земли, которые засыпали тела расстрелянных, слышались стоны. Но, тем не менее, это было полномасштабное участие в нацистских преступлениях, военных преступлениях и так далее. Мы сейчас не касаемся боевых качеств, румынской армии и так далее. Это все отдельная тема. Поэтому, когда мы возвращаемся вот здесь сейчас к тому, какая историческая память есть в Румынии о тех временах, она очень двойственна. Когда-то, относительно недавно, в Румынии историю преподавали в средней школе по учебнику «История румын». Потом, по рекомендации одного из департаментов, точное название сейчас не воспроизведу, принадлежащих к Еврокомиссии, то есть к бюрократическому управлению Евросоюза, эти учебники были изъяты, как сеющую межнациональную рознь и ненависть между различными этническими группами. Сейчас в учебниках Румынии сделан акцент на то, что чем меньше подрастающее поколение будет знать про историю, тем лучше. Тем легче будет через современную легкую такую обработку им вкладывать любые мысли в голову. Конференция и выставка, которую, благодаря сотрудничеству с Российским историческим обществом, они, несомненно, для нас стали большим подспорьем для того, чтобы на высоком профессиональном уровне сюда спроецировать более-менее объективную картину тех событий. Поскольку Румыния, как я вам уже говорил, она плывет в фарватере, в мейнстриме индустрии фейк-ньюс, индустрии фальсификаторов истории. Буквально месяц назад Европарламент в своем новом уже составе, подавляющем большинством голосов, принял резолюцию, которая представляет собой на 98% фейк-ньюс, если пользоваться современной терминологией, а в действительности лживую версию истории, истории Второй мировой войны. Вот чтобы мы могли авторитетно и профессионально это проецировать, опираясь не просто на декларации посольства, которые будут восприниматься как пропаганда, а опираясь на доклады серьезных исследователей, историков, которые приводят документальные ссылки, какие-то факты, опираясь на свидетельства очевидцев. Вот мы специально сюда пригласили руководителя ассоциации жертв Холокоста, здесь господина Янкова Цокермана, продемонстрировать то, что было в действительности, в истории, при этом отдавая дань уважения и определенную, так сказать, признательности румынскому народу за то, что в его среде оказались довольно дальновидные политики, и что с августа 1944 года румынская армия прекратила военные действия против Красной армии, против Советской армии. Политическое руководство приняло решение перейти на сторону антигитлеровской коалиции. Это, несомненно, был довольно смелый и, скажем так, мудрый шаг со стороны тогдашних лидеров страны, во главе с королем Михаилем Молодым, который опирался на поддержку некоторых высших военачальников, на лидеров традиционных так называемых партий румынских, которые при диктатуре Антонеску, в общем, влачили довольно жалкое существование. Но, тем не менее, это решение было принято, и сначала было подписано соглашение о прекращении огня, но, в общем, уже очень скоро, хотя мирный этот договор был уже после военного периода, в 1947 году был подписан, но очень скоро уже румынские части стали бок о бок с бойцами Советской армии освобождать свою землю от иностранных войск других государств гитлеровской коалиции. Это был, несомненно, вклад в общую победу. Этот вклад имел и другие последствия. Например, в одном из сегодняшних докладов довольно подробно говорили о том, что, руководствуясь принципом «все для фронта, все для победы», советское руководство тогда и военное командование имело соответствующие указания, старались, скажем так, очень аккуратно, деликатно проводить операции по выявлению, наказанию преступников военных, которые, несомненно, были в рядах и политического руководства Румынии во времена диктатуры Антонесского, и в рядах Министерства внутренних дел, которое несло основную тяжесть, если это можно так назвать, основную ответственность по обеспечению оккупационного режима на территориях СССР, и, разумеется, представителей других органов власти и так далее. В результате многие преступники военные и соучастники военных преступлений, участвовавшие три года в течение трех лет в оккупации, агрессии против СССР, они получили очень мягкие наказания, либо даже иногда и вовсе избегали этих наказаний. В румынском академическом, политологическом сообществе есть достаточно серьезные специалисты по этому периоду, которые изучают различные его аспекты. Ну вот те аспекты, которые нам помогли выявить российские и некоторые другие иностранные участники конференции, они здесь прозвучали, конечно, более рельефно, более взвешенно и более убедительно. Что можно сказать? Что мы продолжим, и вот эта выставка нам поможет продолжить эту работу с перспективой на мероприятия, связанные с 75-летием Победы. Здесь, наверное, лучше говорить антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, по крайней мере в Европе, которая нас ждет. Это позволит нам с фактами в руках опровергать не в конфронтационном, а фактологическом ключе бытующее здесь довольно широко мнение среди патриотических националистических кругов о том, что Румыния никто не освобождал. Она сама чудесным образом освободилась, вот, а уж Красная Армия точно не освобождала. Плюс вот этот вот мейнстрим, который, как мы уже упоминали, про резолюцию Европарламента, он затягивает, к сожалению, Румынию, политическую элиту Румынии, и неизбежно влияет на настроение общества. Вот для того, чтобы этому противопоставить факты, документы, историческую истину, мы проводим такие мероприятия. Несмотря вот на те общие настроения, о которых я говорил, есть, несомненно, те аспекты, те измерения вот всех этих исторических военно-мемориальных проблем, которые выгодно, очень выгодно отличают Румынию и российско-румынские отношения. Это, прежде всего, существующее соглашение между правительствами наших стран о статусе воинских захоронений, советских, в скобках русских, воинских захоронений в Румынии и румынских воинских захоронений в Российской Федерации. На основании этого соглашения существует комиссия смешанная, которая собирается ежегодно по очереди в Москве и в Бухаресте. В том числе, вот, через две недели будет очередное заседание, здесь чуть больше, 12 ноября здесь будет, которое, в общем-то, в совокупности позволяет решать многие проблемы вполне корректно, уважительно по отношению к тем людям, которые погибли, к их родственникам, их потомкам, которые хотели бы знать о том, где захоронены их предки, деды, может быть, прадеды. Помимо того, что здесь при посольстве существует небольшое представительство соответствующего департамента Министерства обороны России, который ведет довольно такую кропотливую, непростую работу по выявлению в архивах списков захороненных, пытается решать такую сложную сейчас в современных условиях проблему, как принадлежность, права собственности на эти мемориалы. Когда-то, в свое время, эти права были переданы местным румынским властям, еще в старые времена, в коммунистические, как здесь говорят. Сейчас этот аспект остается как бы полунеурегулирован. Тем не менее, на моей, здесь уже относительно недолгой памяти, есть не один, не единичный пример, когда, например, неправительственная организация, которая дословно называется Организация по почитанию героев, имени Регина Марии, то есть королевы Марии, королевы, которая была бабушкой последнего короля Михая и имела очень интересное происхождение, половина которого была российской, происходила из рода Романова. Но вот эта вот неправительственная организация на моей уже памяти организовала реставрацию, восстановление нескольких военных, воинских мемориалов советских. Есть примеры, когда отдельные энтузиасты, бывшие ветераны, скажем, вооруженных сил, силовых ведомств тоже содействуют решению таких вопросов. Вот недавно мне пришлось выезжать в некоторые периферийные районы Румынии, и там я встретил, да, собственно, не я встретил, а меня нашел примар, то есть по-нашему глава городской администрации одного из городов тамошних, и сказал, вот у нас есть заброшенное, полузаброшенное кладбище русских воинов, которые еще в Первую мировую войну сражались вместе с нами, о чем здесь предпочитают вообще не вспоминать, в официальном плане, но если вспоминают, то очень-очень лапидарно. Говорит, я вот установил большой крест, но мне нужна помощь, я не знаю, как там обустроить надгробие, что писать там и прочее, прочее. Вот, я ему сказал, давайте обращайтесь к нам письменно, у нас есть такой, как бы, военно-мемориальный отдел посольства, вот это вот представительство Минобороны, и мы обязательно поможем, в чем это возможно, логистически, так сказать, в архивном плане и прочее, прочее. Вот, поскольку Румыния исторически была местом множества сражений, славных сражений русских воинов, недалеко от города Факшаны, например, на красивом холме установлен в 50-е годы, уже после Второй мировой войны, румынскими скульпторами изготовлены, конный, конная статуя, если хотите, конный монумент Александра Васильевича Суворова. Уровень развития российско-румынских отношений, как говорил один мой старший товарищ по дипломатической службе, могло бы быть и лучше. Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить более-менее нормальный диалог по дипломатическим каналам. В этом году рассчитываем провести впервые за многие годы, как минимум за 6-7 лет, визит небольшой парламентской делегации по линии группы дружбы, существующей в Государственной Думе Федерального Собрания России, суда по приглашению их, так сказать, визави, группы дружбы с Российской Федерацией в румынском парламенте. Кое-какие в этом смысле подвижки имеются, но такой диалог идет очень сложно, прежде всего, по двум причинам. Во-первых, потому что румынская политическая элита в целом и руководство от президента через правительство, к Министерству иностранных дел и во многие другие инстанции, оно делегировало свой суверенитет и принятие решений тем альянсом, таким как НАТО, как Евросоюз, членами которых они являются. И, как правило, такой диалог, он, в общем-то, означает для нас еще раз услышать, что румынская позиция, она, в общем, согласована в Брюсселе, не важно, в штаб-квартире НАТО или в Еврокомиссии, или Евросовете, соответственно, и содержательность такого диалога сильно от этого страдает.